Сейчас мы находимся на почте России и отправляем подарок одному из наших подписчиков, который выиграл в конкурсе. Дима, привет! Дмитрий у нас из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Егорск. Со слов Дмитрия болеет за клуб, он с момента выступления в Лиге чемпионов Лиги Европы нашего клуба. Дим, так держать, поддерживай. А я очень рад, что у нас подписчики не только в городе Ростов-на-Дону и Ростовской области, но и, соответственно, по всей России. Окей, посылочка твоя готова. Извини, что пришлось подручными средствами запаковать, потому что на Почте России, ну, к сожалению, нет у нас в городе пузырчатой пленочки. Так что то, что было, машины тем и запаковал. Отправили посылочку. Спустя 2,5 часа нам это все-таки удалось сделать. Ребят, у кого есть наклейка «Я люблю Почту России», поделитесь, пожалуйста, со мной. Всем привет. Сегодня мы едем на футбол. Погодка сегодня чуть-чуть нелетная. Эх, как-то оделись мы сегодня по-летнему, а на самом деле на улице попрохладней. Хотелось бы нашим подписчикам и зрителям передать большой привет. Ребят, мы знаем, что в последнее время мы выкладываем ролики только на футбольную тематику. Скоро будет и другая тематика, так что чуть-чуть подождите. Работа одолевает, честно, некогда всем заниматься. Также хотелось передать нашему постоянному подписчику Самвел. Самвел, отдельный привет. Ты самый наш преданный подписчик. Все время оставляешь комментарии. Для тебя мы приготовили отдельный презент, так что, пожалуйста, свяжись с нами. Ну, а мы двигаем дальше на стадион. Билет на матч мы, как всегда, разыграли. К сожалению, человек, который выиграл билет, захотел остаться за кадром. Поэтому мы показывать его не будем. А сейчас мы по традиции возьмем несколько интервью. Я думаю, будет интересно. Сегодня у нас играют Ростов и Енисей. Какие ожидания от матча, какой прогноз? 2-0. Ростов выиграет. 3-0. В нашу пользу. 2-0. Ожидания, что забьют, наконец-то. Я надеюсь, все-таки 1-0 в нашу пользу будет. Ну, я немножко пооптимистичнее. Думаю, 2-0. Ну, спрашивай, в два мяча должны выиграть. 3-1. Разгромный, думаю. 1-0. 3-0. Выигрыш. Ну, хотя бы пару закатают. 2-1. А недавно клубу болельщиков Ростельмаша, YouTube-каналу, Александр Зуев давал интервью. Александр Зуев, вы же знаете. И вот Дмитрий Явных спросил такой вопрос. Если Ростельмаш, то есть Ростов, в этом году станет чемпионом, что бы он готов с собой был сделать? Он сказал, что побреется на лысо. А что бы вы могли сделать с собой, если Ростов в этом году станет чемпионом? Набью себе тату. Побриться на лысо нет, но набить татуху можно маленькую. На что-то экстремальное. На лысо я и так срягусь, поэтому... Не могу сказать, на что бы пошел. Ну, что-то сделаем неординарное. На лысо вы тоже посрекся. Да на лысо легко. Что Зуев сказал, то и мы сделаем. Я усы сбрею. Могу телефон дать, потом сверимся. На лысо легко, татуировка нет. С парашидом только прыгнуть. В принципе, да, татуху можно будет забабахать, если чемпионами станут. Кого набивать будете? Собственно, сам герб. Кого набьете? Хороший вопрос, но я подумаю об этом. Кого есть не секрет? Тимофея Калачева на груди. Желто-синие цвета, сердечки какие-нибудь. Так еще на чей-то либо портрет, не знаю, но вряд ли. Кого вы могли отметить из игроков, кто уже не играет в составе Ростова, но для вас осталось сердце навсегда? Кириченко. Мы, в принципе, переживаем за него. Сейчас один из тренеров является. Поэтому все равно переживаем за тех игроков, которые когда-либо представляли нашу команду. Из тех, которые даже представляют сейчас, ну, так или иначе. Вчера Абайрамян забил гол. Мы, в принципе, за него рады. Дмитрий Кириченко. Азмун, Набоу. Тот же Ерохин, Полос. Александр Маслов, Дмитрий Кириченко, Геннадий Степушкин. Дмитрий Лосков тоже забыл упомянуть, легенды тоже. Осинов, Миша. Осинов. А я при всем при том, что нынешняя ситуация, хотела бы сказать спасибо Бухарову, Александру, потому что забивал за нас и Манчестеру Юнайтеду, все равно остался он, например, у меня в памяти. Спасибо ему, что играл. И Дзюба. Дзюба тоже был у нас такой, знаем все мы его. Это не потому, что Дзюба мания, а потому что действительно тогда он помог Ростову в тот сезон. Степи Плитикоса. Плитикоса. Победа «Зенита» 8-1, что это было? Даже не смотрел, мне неинтересно. Наверное, закономерный результат. Это купленная игра, что это? Это фантастика, супер камбэк. Я не знаю, зачем они так поступили, хотели выпендриться, что 4-0 проиграли, а потом 8-1, вот мы такие крутые. Ну, молодцы ребята. Дзюба на боу, красавцы просто. Это был праздник, я думаю, для «Зенита» и для нас, потому что в Еврокубках болеем вне зависимости от того, какой клуб, как болеем в чемпионате России, болеем всегда за наших, поэтому были очень рады, очень рады. Ну, я, например, не верила, но... Это пример того, как надо срождаться до последних минут, несмотря ни на что, и все. Молодцы. Чудо. Ну, это чудо. Это мастерство. Это, наверное, фарт. Александр Гацкан получит сегодня карточку желтую? От него все, может, уже было. Да, давно не получал, должен получить. Нет, получит. Это как обычно. Надеюсь, нет. Ростов, чемпион! Если где покажете, Галя, я на футболе. Алиби, можно теперь выходить? Сейчас будем брать интервью у волонтеров. Подскажите, чемпионат мира по футболу давно закончился. Тогда волонтеры работали на добровольных началах, скажем так, не получали денежку. Сейчас вы продолжаете работать. Вы также бесплатно это делаете? В чем смысл? Вам это нравится, вам достает удовольствие? Или какие-то привилегии в учебе? К сожалению, никаких привилегий у нас ни в учебе, нигде бы то ни было, нет. Просто нам нравится, нам нравится эта атмосфера, нам нравится помогать людям, общаться с людьми. Кроме того, мы можем тренировать свою стрессоустойчивость, свою выносливость, как физическую, так и моральную. Люди, кто захочет стать волонтером, куда ему обращаться, где искать информацию? У нас есть волонтерский центр на Суворово 91, и там вы можете стать волонтером. Также у нас есть группа ВКонтакте, называется «Городские волонтеры Ростова-на-Дону». Там у нас постоянно выкладываются какие-то события, где вы можете заполнить заявку, чтобы стать волонтером. Или на матче, или у нас будет фестиваль кино и спорта «Бридж оф Артс». Также в интернете можете найти их сайт, заполнить заявку и стать волонтером. Спасибо большое, девчат. Удачи вам и терпения. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Ну, из новшеств, с прошлого раза появилась на Ростове это розыгрыш призов непосредственно на самом стадионе. Разыгрываются футболки с автографами игроков. А также главный приз – это айфон 10. Насколько долго акция продлится, неизвестно, но люди выигрывают. Также стоит отметить, что наконец-таки появились столики. Так что, когда вы придете и будете кушать, можно спокойно расповоротиться на столиках. На первых матчах этого не было. Ну, а мы теперь уже переключаемся на сам стадион и смотрим, болеем за нашу любимую команду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Более 18 лет. И мы не хотим, чтобы на против вершине что-то смогло что-то остановить. И я хочу сказать, что во время преимуществом могут стать причиной не только плохих результатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА